Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш дом молитвы, дорогие друзья, которые находятся с нами в прямом эфире. Несколько воскресений тому назад мы говорили с вами из третьей главы послания Иакова. Если помните, я напомню одну фразу, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Мы рассуждали с вами о той силе и влиянии, которое оказывает слова, которое произносит наш язык. Мы говорили с вами о том, что Иаков особо подчеркивает опасность, если этот язык находится в неуправляемом состоянии. Сколько зла может он причинить? Иаков уподобляет его подобно огню, который воспламняет вокруг себя круг жизни, который приносит много горя в семьи, в общество, в отношении среди людей. Это величайшая ответственность, которое Бог возложил на человека, дал способность говорить, что мы говорим, когда мы говорим и как мы говорим. Тогда эту свою проповедь я назвал, на каком языке разговаривают христиане. Я почему сегодня об этом сказал, братья и сестры, потому что то, о чем я буду сейчас проповедовать, очень тесно взаимосвязано с этой предыдущей темой. Сегодня я буду говорить, братья и сестры, с вами о том, что предшествует нашим словам. Что предшествует нашим словам? Очевидно, братья и сестры, ответ очевиден. Прежде чем появится слово на нашем языке, мы думаем, мы мыслим. Сегодня я буду говорить о наших мыслях. И тему проповеди свою назвал. О чем думают сегодня христиане? О чем думают сегодня христиане? Братья и сестры, я хотел бы задать себе и вам вопрос. Настолько серьезно вы относитесь к своим мыслям, которые посещают вас? Согласитесь, мы начинаем день. И прежде чем наш язык произнесет какое-либо слово, мы думаем, нам приходят определенные мысли. Это мысли могут быть разные. Мысли могут быть радостные. Мысли, которые нас могут повергнуть в какое-то уныние, печаль, заботу, переживание. Не бывало ли у вас так, что начинается день с таких тяжелых мыслей. И вы начинаете думать, вы начинаете искать ответа. Ваш ум смущен, ваше сердце, все ваше естество и весь день приходит, может, в каком-то. Мы заканчиваем день наш. И прежде чем наше сознание уйдет на покой, когда мы уйдем сон, братья и сестры, последнее, что покидает наше сознание, это наши мысли. Братья и сестры, с какими мыслями вы уходите на покой? С чем вы засыпаете? Это очень важно. Вы знаете, ученые установили, что в среднем обычный человек, который живет в семье, в обществе, работает, он произносит около 15 тысяч слов в день. Обычный человек, который живет в обществе, работает. 15 тысяч слов. Женщины чуть больше. Но ученые также установили, что наш мозг воспроизводит до 60 тысяч мыслей в день. Можем себе представить. 11.29 на часах наших. Я не знаю, у кого как начался день, мне очень рано. Можем себе представить, что какая-то часть, где-то третья часть, может, вторая часть, где-то мы уже думали, мы мыслили, правда? Вот сидя на ваших местах, братья и сестры, сделайте небольшой такой анализ. О чем вы думали сегодня в это утро? По дороге, в собрании, зайдя в фойе, сидя, в служение, когда проходило, слово слышали, пение, стихотворение? Простите. О чем заполнял наш разум мысли? Еще день не закончился, поэтому где-то те 60 тысяч, они где-то еще, братья и сестры, ожидают нас. Это очень чрезвычайно важно. Братья и сестры, наши мысли могут быть, находиться в различных сферах. От самых обыденных, о наших детях, внуках, работе, предстоящей свадьбе, прошедшей свадьбе. Многое-многое то, что наполняет нашу жизнь. До самых, мы говорим, возвышенные мысли, правда? Есть такое выражение, возвышенные мысли. Братья и сестры, когда мы открываем эту книгу утром, тихие ранние часы, мы читаем эти слова. Какое прекрасное состояние, правда? Когда мы возносимся к Господу. Это может быть самое лучшее время, когда мы склоняемся, в молитвы пребываем, в общении с Господом, в нашей мысли. Братья и сестры, бывало такое состояние, что вы испытывали какие-то навязчивые мысли? Когда вы чувствовали какую-то духовную атаку на ваш разум? Вы не хотите об этом думать, вы не хотите об этом мыслить, вы часто даже борете, сопротивляетесь этой мысли, но она приходит вновь и вновь, ваш разум. Вы знаете, что грех просто так не приходит, не случается. Ни одно слово, даже сказанное, братья и сестры, не выходит с нашего языка, прежде чем оно не пройдет сложный процесс мыслей. Мы не можем их увидеть, мы не можем их услышать, они где-то спрятаны в глубинах нашего мозга, в извилинах наших. Друзья, оно не работает, постоянно идет определенный процесс в нашей жизни. Наши мысли связаны с душевным нашим переживанием. Уныние, депрессия, разочарование, печаль, братья и сестры, все это является результатом. Порой мы не можем дать определение, понять, почему, откуда, но это присутствует в нашей жизни. Так или иначе, мы обнаруживаем, что наше состояние, в котором мы оказываемся, зависит от наших мыслей. Наши поступки, которые мы совершаем, и хорошие, и плохие поступки, это результат наших мыслей. Братья и сестры, способность мыслить от кого? От Господа. Вы знаете, что Бог Творец, это тот, который мыслит. Бог тоже думает. Помните, книга пророка Исаия, 55 глава, 8 стих, написано, Бог говорит, мои мысли, это не ваши мысли, мои пути не ваши пути, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Бог тоже думает. Еще раз хочу обратить наше внимание. Наши мысли, братья и сестры, влияют на каждую область нашей жизни. Они влияют на слова, которые мы произносим, на наше настроение, на наше поведение, на наши отношения с Богом, на наши отношения с людьми, которые окружают нас. Братья и сестры, порой первая мысль, которая приходит нам в наш разуме, она имеет далеко идущие последствия. Она может кардинально изменить образ жизни. Она может совершенно разрушить нашу жизнь. Позвольте, братья и сестры, показать силу, влияние того, о чем мы думаем, на двух библейских примерах. Я хочу привести сегодня вместе с вами, посмотреть на две библейские личности и посмотреть, как то, о чем они пришла мысль, не то, что процесс ихнего мышления, весь совершенно потрясающая история. Одна единственная мысль, которая пришла, изменила жизнь, обстоятельства, отношения с людьми. И давайте мы вспомним личность Авраама. Божий человек, отец веры, любящий Господа. Авраам тоже думал в своей жизни, тоже были падения, тоже были переживания. Он общался с Господом, его день начинался с мыслей, заканчивался точно, как у всех людей. Но обратите внимание, книга «Бытие», 20 глава повествует о том, что в жизни Авраама произошли некоторые изменения. Он вынужден был уйти в другую страну. Книга «Бытие», 20 глава, 1 и 3 стих, если можно, брать, откройте, мы немножко вспомним сейчас эту ситуацию. «Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом, между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей, она сестра моя. И послал Авимилех, царь Герарский, и взял Сару». Братья и сестры, вспомнили эту историю? Вспомнили. Движемся дальше. Обратите внимание, 3 стих. «И пришел Бог к Вебелеху ночью во сне и сказал ему, вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Чтобы сохранить время, братья и сестры, последующие стихи этой главы, они описывают, описывают, что поступок, который совершил Авраам, вмешивается сам Бог. Обратите внимание. Авраам говорит, «Это сестра моя». Ну, раз она сестра, значит, я могу себе взять, себе царь говорит. Жены. Но здесь вмешивается Бог в эту ситуацию. И Бог говорит, говорит, ты умрешь за женщину, которую ты взял, потому что она имеет мужа. Обратите внимание состояние этого человека. Поступок Авраама привел его вообще в ужас. Он был настолько потрясен, он настолько был обескруажен, он понимает, что могло случиться в жизни его. Обратите внимание, он в 9 стихе задает Аврааму вопрос, «Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною дела, каких не делают?» Логичный, здравый, справедливый вопрос. Авраам, я принял тебя, почему ты так поступил по отношению ко мне? Я думаю, что это было для него огромным переживанием. Он понимает, что этот человек необычный, раступился Бог за этого человека. Интересно, 10 стих, обратите внимание, Авимилех пытается искать ответ. Он пытается найти какое-то логическое рассуждение. Человек не может так поступать. Он думал, чем-то должно быть рассудительно. И обратите внимание, 10 стих сказал Авимилех Аврааму, «Что ты имел в виду, когда делал это дело?» Братья и сестры, у вас бывает такая ситуация, когда нам спрашивают, «Что ты имеешь в виду, когда ты поступил так или иначе?» И он задает вопрос, «Авраам, муж Божий, князь Божий, что ты имел в виду, когда делал это дело?» Братья и сестры, как вы думаете, не открывайте, братья и сестры, пока этот следующий стих, как вы думаете, какой ответ Авраама? Правильно. Обратите внимание, Авраам ответ говорит, «Я подумал». Я подумал. Не потому, что ему Господь сказал, не потому, что ему предупредили. Чем руководствовался Авраам, когда принимал вот это решение, и его язык произнес эти слова, «Она сестра моя». Одно слово. Я подумал, «Подумал, что нет на месте всем страха Божия и убьют меня за жену мою». Какова сила наших мыслей? Слава Господу, что Господь вмешался в эту ситуацию и были сохранены. Братья и сестры, а бывает так, что мы сами говорим, «Я подумал». И вот за этим словом «Я подумал» идут какие-то слова, идут действия, или иногда говорят, «Ой, я не подумал, а поступил». Позвольте еще один пример, тоже библейский пример, связан с одной личностью. Связан с одной личностью. Саул. Царь. Помните? Саул. И Писание говорит, в первой книге «Царс», 13 глава, события связаны с царем Саулом и его поступок, который он совершил. Ему Самуил сказал, чтобы он ожидал его, помните, семь дней. А филиссимлян собралось так много, Библия говорит, как песок морской. А Саул был обычным человеком и видишь, что люди, начи, народ стал разбегаться от него. И вот что делает Саул? Он совершает жертвоприношение. Все сожжения возносит Господу. Приходит, как только он совершил все сожжения, приходит Самуил и задает ему вопрос, «Что ты сделал?» Это первая книга «Царс», 13 глава, 12 стих. И вот ответ. Ответ находится следующий, 12 стих. «Тогда подумал я, теперь придут на меня филиссимляне в Голгал, а я еще не попросил Господа и потому решился принести все сожжения». Ну, кто-то скажет, «Ну, что здесь такого?» Он просто подумал, мог просто допустить ошибку, братья и сестры, ведь мы много допускаем ошибок в мыслях. Но обратите внимание, чрезвычайно важный стих, который я хотел бы сегодня, чтобы мы его запомнили и посмотрели. Это главный стих всех наших рассуждений, братья и сестры. Книга-притчи, 7 стих, 23 главы. Книга-притчи, 7 стих, 23 главы. Если можно брать, откройте только первую часть, хочу обратить внимание. «Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он». Это очень глубокий стих. Обратите внимание, он, автор этих стихов, говорит, сущность человека, сущность человека, его характер, его личность, определяет то, как он думает, то, что происходит в его разуме. Мысли в душе его, какие мысли, таков и этот человек. Потому что мы можем быть, представляться, знаете, умными, хорошими, добрыми, общительными, но никто не знает нас, братья и сестры. Вот знает Бог, и Бог судит нас намного глубоко. Глубоко настолько, что он проникает мысли наши. Помните, что Слово Божие может проникнуть до разделения души и духа и судит наши помышления. Вот автор этих стихов говорит, наверное, вот за Саула. Не потому, что он ошибся, не потому, потому что он был таков. Его сердце не было предано Господу. Люди разбегаются. Не аж избрали царем. Что же происходит? Да что там Самуил? Где-то старик, может быть, где-то задержался. Да столь это важно. Я сам сделал это. Жертвопришу все сожжения Господу. Но помните, какие последствия были. Обратите внимание, Самуил ему говорит, 13 стих, «Худо ты поступил, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне царств, упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Навсегда, но потом говорится приговор. Я нашел себе мужа по сердцу своему, а тебя я отверг. И все потому, братья и сестры, потому что не сразу это произошло, потому что мышление, характер, понимание Бога, отношение к Богу формировалось, и это был просто результат. А я подумал, и поэтому я принял такое решение. Братья и сестры, вот эти два примера я привел для того, чтобы могли глубоко задуматься, прежде всего, что происходит в нашем разуме, о чем мы думаем, не допускаем ли вот этих ошибок, которые могут изменить нашу жизнь, формировать наши слова, наш характер, наши поступки. Вот этот афоризм неизвестного автора, он очень актуален. Это не записано в Библии, можно сказать так, народная мудрость, но очень она актуальна. Помните, некто сказал, что посеешь мысль, пожнешь поступок. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Но Писание тоже об этом говорит. Мысль пришла, я подумал. Пусть Господь благословит, братья и сестры, чтобы мы были очень аккуратны над тем, чем мы думаем. Второе, о чем бы я хотел сегодня обратить наше внимание, свое прежде всего, это на природу мыслей. На природу мыслей, что формирует в нас хорошие мысли, или кто формирует в нас грязные мысли, а кто формирует у нас двойственные мысли. Что происходит? Кто оказывает влияние на наши мысли, на природу наших мыслей? Согласите, братья и сестры, например, мы, не зная человека, можем просто о нем плохо подумать. Вот просто взяли какого-то человека и начали просто, не зная его, не общаясь, не разговаривая, ну что-то не понравилось в нем там. И мы начинаем думать, и думать плохо. И я убежден, братья и сестры, когда мы встретимся с этим человеком, наши глаза, наша мимика, все будет выражать негативное. Было у вас так или нет? Или наоборот, мы думаем хорошие о человеке. Вот приехал гость, например, вот были у нас гости, вот во вторник у нас, мы никогда их не видели. И впервые мы видим человека. Вот что вы думали? Происходило какое-то, вот слыша и Олю, и Дмитрия? Мы что-то думали, что-то как-то формировали, правда, какое-то, например, отношение к этим людям. Это происходит по всем местам, братья и сестры. Вот у меня вопрос, что оказывает влияние на природу наших мыслей? Это очень-очень важно. Вы знаете, что ученые, психологи, психотерапевты и многие, которые работают в области психиатрии, пытаются искать ответы, дают какую-то рекомендацию, помощь, каким-то образом пытаются помочь людям мыслить положительно, что были, знаете, happy все время, пытаются давать какие-то, может быть, препараты медицинские, книги читать, друзья. Но я хочу сказать сегодня очень важную вещь. Пока мы не поймем, не увидим Библию, не увидим в Писании, как Бог говорит об этом. Что произошло? Кто влияет на нас, друзья? Это все будет бесполезно. Это будут какие-то, знаете, временные, отвлекающие. Это будет только, знаете, имитация того, что действительно мы что-то знаем. Это очень важно понять. Коренным образом мышление человека, сотворенным Богом, Адамом и Евой, произошли в Едемском саду. Адам и Ева, они были мыслящими, совершенными людьми. В какой-то степени, можно сказать, они были где-то наивными, то есть чистыми. Они имели вот эту детскую понимание Бога. Греха не было. Разум не был пропитан грехом. Грех не оказал влияния на их разум, на их мышление, на способность думать неправильно. Но дьявол поразил именно эту область, братья и сестры. Дьявол подошел к тому, что он создал, увидел, обольстил вот этой идеей, вы будете помнить, кто, как Боги. Я не думаю, что это произошло мгновенно. Знаете, я подошел, Ева посмотрела, взяла и тут же все мгновенно. Дьявол часто, братья и сестры, ходит медленно вокруг нас. Пришла мысль. Помните, пришла и мысль. Кто из нас больше? Вот так было, я думаю, и Вадама Евы. Ходил вокруг, потом Слово сказал. А подлинно ли сказал Бог? А вы знаете, что вы будете как боги, знающие добро и зло? Это была целая, огромная духовная борьба. Но там были поражения, поражения ихнего мышления, ихнего разума, способности мыслить. Это было ужасно что-то. Знаете, апостол Павел говорит так, второе послание Коринфянам, 10 глава, 3-5 стих. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, орудия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И обратите внимание на последние стихи. И пленяем всякое помышление в послушание Христу. Здесь показана величайшая борьба на уровне нашего осознания, на уровне нашего мышления, не на уровне слов. Вот где нужно было пленить вот это помышление в послушании Христу в Едемском саду. Но этого не произошло. И произошла катастрофа, братья и сестры. И поэтому, когда мы смотрим на Библию, смотрим на Писание, то Господь уже в 6 главе книги «Бытие» в 5 стихе описывает состояние всех людей, которые родились в Адаме. И мы вместе с вами. Обратите внимание, что это за состояние людей. И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли, обратите внимание, все мысли, не отдельно, не по понедельникам, а в воскресенье хорошие мысли. Все мысли, помышления, сердце их были что? Зло, одно слово, емкое, трагическое, зло. Зло во всякое время люди думали. И мы делаем очень важный вывод. Все, рожденные в Адаме, не могут правильно мыслить. Человек, невразрожденный свыше, он не способен мыслить правильно. О чем бы он не мыслил в глазах Господа, в свете святости, праведности Божьей, пусть даже это будет, скажем, условно, добро хорошее. Это будет зло все равно, потому что природа, естество абсолютно испорчено. И Писание говорит не только этот стих, а Писание проходит через всю Ветхий Новый Завет. Обратите внимание, прочитая несколько стихов, которые говорят, в каком состоянии находится разум человека, его мышление. Книга Римлянам, послание Римлянам, третья глава. Третья глава, десятый, одиннадцатый стих, как написано, нет праведного ни одного. Одиннадцатый стих, нет разумеющего. То есть нет человека, понимающего, способного мыслить, нет разумеющего. А Псалом, девяносто третий, одиннадцатая глава. Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Деносто три, одиннадцать Псалом. Книга пророка Исаии, пятьдесят девятая глава, седьмой стих. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые. И Еремия, четвертая глава, четырнадцатый стих. Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спасти себе, доколе будут гнездиться в тебе злочистивые мысли. Это Господь говорит израильскому народу и городу Иерусалима. Поэтому, когда мы смотрим на современный мир, на те изменения, которые происходят в обществе, мы как-то, как верующие люди, мы ищем, пытаемся как-то понять все, чтобы здраво было, со здравым смыслом согласовано. Занимает человек такую позицию, положение в обществе, ответственную, в политике, экономике, в медицине. И вдруг он говорит такие слова. И он делает какие-то определенные поступки. И его жизнь такова. В чем причина? Братья и сестры, не надо удивляться, потому что мысли, мышления греховные, мышления неправильные у людей. Искать там какой-то ответа или что-то сказать. Вот так. Помните, Писание говорит в одном месте, они переменили мысли. Все мысли, помышления сердца злого всякое время. Очень сильную мысль сказал апостол Павел в Новом Завете для современного общества послание Ефесиным, 4 глава, 18 стих. Знаете, почему сегодня мы видим то, что происходит? А вот ответ. Обратите внимание на 18 стих. Павел говорит, что, будучи помрачены, где? В разуме. Будучи помрачены в разуме и отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Обратите внимание порядок и как последовательность. Произошло помрачение в разуме. Помните, Библия говорит, как они не заботились иметь Бога где? В разуме. Бог придал их превратному уму делать непосредство. Потом произошло отчуждение от жизни. Потом произошло невежество и ожесточение сердец. Но начало было положено мысли их зло во всякое время. И возникает очень важный вопрос. Где решение этой проблемы? Как помочь людям, которые живут вокруг нас? Как помочь, может быть, нам, верующим людям, мыслить правильно? О чем думают сегодня христиане? В этой же главе послания Ефесина, братья и сестры, в 4 главе, братья, оставайтесь в 4 главе Ефеси, нам Павел стих за стихом очень последовательно раскрывает истину выхода с этого положения. То есть, в этом же 18-м, будучи помрачены в разуме, в 19-м стихе, обратите внимание, он говорит, они до яда бесчувствия предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Обратите внимание, вот разум исковерканный ведет дальше, 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 братья и сестры, и не нужно ожидать, что в обществе, в котором мы живем, будут улучшения, нет, будут ухудшения, семьи будут разрушаться, давление на семью будет колоссальное. Мы на прошлой неделе были в Ванкувере с группой братьев, и в воскресенье, после утреннего собрания, посетил моих родственников, там и живут двоюродные братья, мои сестры, сестра, и моя сестра двоюродная работает в школе уже долгие годы, и говорит, что-то происходит ужасное в школе. Я давно уже живу в Америке, давно работаю в школе, учительницей, но такого никогда не видела. С пятилетнего возраста ввели в классы сексуальное, так называть, образование для деток. Когда я смотрю ребенка, который приходит одну неделю в платьичке, в юпочке, с косичками в классе, потом же этот ребенок в этом же классе приходит уже как мальчик, потом снова, и когда учительнице, в учителя захожу, вроде бы знаю много лет, что с ней произошло. Она уже, он уже, простите, не он, а он говорит, я уже она. Братья и сестры, вот это Писание говорит, они делают нечистоту с ненасыстимостью. Почему? Потому что отвергли Бога в разуме. Братья и сестры, храните ваши мысли, ваш разум в чистоте, мышление. Как важно, чтобы наши дети мыслили правильно, братья и сестры. О чем думают сегодня христиане? Павел говорит, есть выход с этого положения. Мы увидели природу, происхождение, влияние на наши мысли, братья и сестры, огромное, страшное. Почему апостол Павел говорит в послании Ефесиным, 6 глава, оденьте на вашу голову что? Шлем, который нужно защитить, шлем спасения. Оденьте на вашу голову шлем спасения, который будет защищать вашу голову от мыслей. Необходимо спасение человеку, друзья. И об этом Павел говорит в 20 стихе этого же послания. Обратите внимание, он говорит, но вы не так познали Христа. Вы, вы счастливые люди. Вы не так познали Христа, как эти люди, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Слава Господу, дорогая церковь, братья и сестры, что для этого погибающего мира, для наших детей, есть истина. Истина не в смартфоне, не в каких-то религиях, а истина однозначно находится в Иисусе Христе. Он изменяет мышление. Обратите внимание, Павел дальше говорит в 28 стих, отложить прежний образ жизни ветхого человека, исцеливающего в обольстительных похотях. И 23 стих, и обновиться духом ума вашего. Вот что делает возрождение, вот что делает спасение. И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности, святости истины. Как мы видим в этих стихах, Павел говорит о рождении свыше. Рождение свыше предполагает получение новой природы, природы Христа, природы Бога, нового разума, нового сердца и совершенно нового мышления. Это чрезвычайно важно. Обратите внимание, обновиться духом ума вашего. В другом переводе это звучит так, вам необходимо возродиться разумом и духом. Вам необходимо возродиться разумом и духом. Или еще в другом переводе начните мыслить по-новому. Понимаете? Вот о чем говорит апостол Павел. Единственное, что может изменить мышление человека, который зло во всякое время, не его богатство, не его полученное образование в самых высших университетах. Истина, которая находится в Иисусе. Иисус, приходя грешному человеку, меняет его сердце в эту греховную природу. Он дарит свою божественную природу. И мне кажется, одно из самых ценнейших все, что Господь дает, братья и сестры, дает новое мышление. Обратите внимание потрясающие слова. Павел говорит в первом послании Коринфянам, вторая глава, 16 стих. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мы не могли судить Его, а мы имеем. Дорогая церковь, дорогие христиане, что мы имеем? Обратите внимание на эти слова. А мы имеем ум Христа. Задумывались, братья и сестры, над ценностью? Мы имеем не только спасение во Христе. Мы имеем не только жительство на небесах, это в будущем. Мы имеем не только природу Христа. Мы имеем очень драгоценный ум Христа. О чем думают христиане сегодня? Пользуемся ли мы с вами, братья и сестры, этим драгоценнейшим сокровищем ум Христа? Какое счастье получить от Бога и прощение, усыновление, и союз со Христом, и многие благословения, но получить разум Христа, это очень важно. Братья и сестры, мысли это семена будущих дел. Наши мысли это семена будущих дел. То, что мы думаем, это обязательно отразится в наших словах, а потом конкретно в наших поступках. Ум человека можно сравнить с садом, который можно продуманно возделывать или держать в запущенном состоянии. однако всякий сад заброшенный или возделываемый он будет развиваться. Братья и сестры, всякий сад, если он возделываемый с любовью, либо заброшенный, он будет развиваться. Если мы не положим туда добрые семена, если не придем весной на наш участок, не вскопаем, не взрыхлим, не удалим камни, не удалим сорняки, и не будем трудиться в течение всего весны, лета, до осени, до урожая, братья и сестры, оставьте на год ваш участок. Вы увидите, как быстро взойдет что-то другое, как быстро укорениться. Мы с братьями несколько лет тому назад, если помните, братья, вот внизу, когда заканчивается наш там паркинлад, такой склон, там, где братья сделали, нас обязали сделать большой очень яму для большой воды, если будет, и чуть ниже, там вот такое есть пологие место, и мы с братьями там, наверное, целый день потратили, помните, вырезали, мы там, чистили, приводили в порядок. Андрей, какой толщины сейчас там растут уже деревья? Прошло несколько лет, братья и сестры, и Андрей говорит, надо, братья, пойти туда, чтобы нам вот убрать, почистить это. Будут расти, братья и сестры, будут расти, если мы туда не вложим, братья и сестры, вот так наш разум, наше мышление, если мы положим, будем ложить туда эти семена, прекрасные, хорошие, начиная день. Господи, слава Тебе, я здоров, жив. Прежде всего, многие, мне помню, вспоминаются здесь, когда Вера Сергеевна Кушнир была у нас, она говорит, что прежде, чем мои ноженьки коснутся пола утречком, когда я просыпаюсь, начинаю славить Господа, начинаю благодарить Господа, а потом уже мой язык, мое тело и все прочее. Борьба еще не закончена, братья и сестры. Я прошу прощения, что взял время, но я считаю, это чрезвычайно важная тема. Борьба еще на земле не закончена. Мы должны хорошо понимать, что ум Христов, который мы получили при рождении свыше, не делает нас автоматически мыслящими, здравыми христианами. Не делает нас автоматически мыслящими христианами. Мы остаемся в греховной природе, она всегда будет стараться одержать вверх над нами и прежде всего в образе нашего мышления в этой сфере. Обязательно. Хочу обратить очень важный, ценный стих для понимания. Римлянам 8,5. Римлянам 8,5. Ибо живущие плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовной. Смотрите, как все просто, братья и сестры. Живущие, если мы даем возможность и чтобы плоть нас доминировала, преобладала, о чем мы будем думать мышление наше? Будем думать о плотском, о земном, о проходящем, о временном. На следующие мысли придут какие-то суетные, бесполезные, греховные мысли, потому что впереди, в центре нашего сердца находится не Христос, не ум Христов, но наше Я, наш ветхий Адам. А помните, как Павел говорит в послании Галатам? Дух противится плоть, а плоть противится духу. Всегда будет противление. Плот всегда будет противиться хорошим, здравым мыслям. Обратите внимание, здесь идет определенное следствие. 8.6 Помышления плотские, суть, смерть. То есть, если мы будем жить по плоти, братья и сестры, наше мышление, наш разум настолько засорится, настолько, что приведет к смерти. А более того, 7 стих говорит, плотские помышления это вражда против Бога. Я начинаю просто уже враждовать с Богом, святым и праведным, который дал мне ум Христов. Очень важную мысль хочу подчеркнуть, братья и сестры, еще чрезвычайно мысль важная. В этой борьбе, в которой мы ведем постоянно, в этой духовной борьбе на уровне нашего мышления, мы можем выбирать, о чем думать. Мы можем выбирать, о чем думать. Мы не находимся в плену, я говорю, о возрожденных свыше людях, потому что Господь, обратите внимание, когда Павел говорит, что мы получили ум Христов. Кто формирует в возрожденном человеке его мысли? Дух Святой, Дух Божий формирует в нас, братья и сестры, правильное мышление, потому что Господь подарил ум Христов. Дух Святой напоминает тихим веянием. Сделай это, сделай это, отвергни. Иногда, братья и сестры, не знаю, было ли, когда мы взываем Господи, защити, поток мыслей идет каких-то, нехороших, нечистых, еще что-то. Как справиться, Господь? В молитве просим тебя во имя Господа, сохрани, приведи в порядочек. Очень важно, в этой борьбе мы можем выбирать. Как мы можем выбирать? Мы можем выбирать следующее. Помните, Павел говорит, помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников. Это наш выбор с вами. Я могу мыслить о претерпевшем и мыслить с утра, в течение дня, не только перед вечерей Господней. Для чего мыслить о претерпевшем? Чтобы вам не изнемочь, не ослабеть душами нашими, братья и сестры. Вот в этом сила христианского мышления. Но можем мыслить и о другом. Или поступить, как поступили в свое время ученики. Луки 4, 9 глава, 2, 46 стих. Луки 9, 46. Пришла же им мысль, кто из них был больше? Со Христом были, с Господом, со Словом общались. Тот, который никогда в своей жизни не допустил неправильной мысли, не говоря греховной. А вот рядом еще находиться возле Христа, это еще не говорит о том, что будем всегда мыслить правильно. к ним пришла мысль. Павел призывает верующих Ефесиным, 5 глава, 16 стих. Не будьте легкомысленны. Новый перевод здесь написано нерассудительны Ефесиным, 5, 16, но в другом переводе. Не будьте легкомысленны, но познавайте, что есть воля Божия. Но познавайте, что есть воля Божия. Не будьте легкомысленны. Мы можем выбирать, о чем думать. Очень кратко напомню. Помните, 5 глава Деяния апостолов. Семья, она не от Сафира. Идет пробуждение. Люди продают, отдают апостолам. Они тоже находятся в этой группе людей. Продали все имение, принесли к ногам апостолам. Но скажите, что было не так в их жизни? Петр задает вопрос, помните, потому что враг он вложил им мысль утаить из цены проданной. И Петр знает, духовный мир знает всю вот эту вот борьбу и то, что происходит. Он задает вопрос, почему вы допустили мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Почему вы допустили? Братья и сестры, у нас есть право выбирать. Да поможет нам Господь, братья и сестры, выбирать правильно. И для того, чтобы наше мышление оставалось в чистоте и под контролем Духа Святого. Есть очень хороший совет, который дал апостол Павел когда-то двум сестрам церкви, в которых, между которыми так рассуждают богословы, был конфликт, было непонимание. Послание Фессии, нам 4 глава, 2 стих, Павел говорит, умоляю Еводию, умоляю Симтихию. Помните вторую часть этого стиха? Мыслить, мыслить о Господе. Я сегодня призываю нашу церковь, братья и сестры, мыслить о горнем, а не о земном. Я призываю вас и себя начинать день мыслить о Господе, мыслить о горнем, а не о земном. И тогда наше мышление, наши мысли, а затем наши слова и наши поступки будут приносить в этом саду добрые плоды. Где Павел говорит, мне очень нравится мысль, всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленяем всякое помышление в послушании Христу. Друзья, Бог дал нам власть пленять наше помышление в послушании Христу. Почему? Потому что имеем ум Христов, имеем Духа Святого, Который живет в нас. Поэтому да, поможет нам Господь. Знаете, братья и сестры, мы живем как-то в такое время, когда как-то обратил внимание на такие простые, знаете, вещи, которые окружают нас христиан. Вот почему назвал предыдущую проповедь, на каком языке говорят христиане. Сегодня мы говорим о чем думают христиане. А если Господь позволит, в следующий раз я буду говорить на тему, на что надеются христиане. Аминь. Давайте помолимся. Аминь.